Здравствуйте! Это программа Актуальное интервью студии Зайры Байчорова. Разговариваем о главном. Сегодняшние музеи перестали быть просто музеями. Их экспонаты становятся все более неожиданными, а работать в них идут люди прежде к выставкам отношений почти не имевшие. О деятельности Железноводского краеведческого музея поговорим с его директором Кристининой Галиной Николаевной. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что нашли время с нами побеседовать. Расскажите, пожалуйста, об истории вашего музея. Давайте вспомним его первую выставку. Это было в 1985 году. Называлась она «Железноводск и железноводчание в годы Великой Отечественной войны». Решением исполкома Городского совета народных депутатов за номер 57 1983 года было решение открыть в Железноводске краеведческий музей «История курорта». Было предоставлено помещение по улице Лермонтова 3, и директором этого музея была назначена Марченко Лидия Семеновна. Собирали экспонаты в этот музей и были его сотрудниками железноводские любители, инициаторы собирания фондов предстоящего нашего краеведческого музея. В основном это были активисты города Железноводские, участники Великой Отечественной войны. Позже они и стали основными работниками в данном Железноводском краеведческом музее. И организован был клуб фронтовых друзей на базе нашего музея. Он существует и по сей день, этот клуб. Также ввелся сбор материалов энтузиазмами и пополнялся в музей. Экспонаты в город Железноводск внесли кто что мог. У кого что было из истории своей семьи, своих бабушек, прадедушек. Это были фотографии, это были виды Железноводска. Первая выставка в Железноводске в годы Великой Отечественной войны была торжественно открыта 8 мая 1985 году. Ее открыла Марченко, первый директор, и провела же торжественно первую экскурсию. Это действительно было значимое событие в истории нашего города Железноводска. Первый музей города Железноводска в 1983 году. А есть ли какие-то экспонаты, которые сохранились еще с этой первой выставки? Она еще существует в самом музее? Да, это выставка Великой Отечественной войны. Все фотографии подлинные и документы. Экспонируется 3961 предмет из общего количества 24 788 основного фонда в наших выставках. А какие это предметы? Расскажите, пожалуйста, очень интересно. Вот приведите конкретные примеры, что можно увидеть на этой выставке. На этой выставке можно увидеть фотографии. На этой выставке можно увидеть вещи личные первооткрывателей. Это Василия Васильевича Славянова, Семена Алексеевича Смирнова, первооткрывателей курорта. Внешний огромный вклад в развитие Железноводска. Семен Алексеевич Смирнов был председателем больниологического общества и внес огромный вклад в развитие всех городов Калминвод. Но его личные вещи представлены только в Железноводском музее. Галина Николаевна, а могут ли посетители музея потрогать, чтобы тут прочувствовать каждый предмет, который там выставляется? Потрогать они, конечно, не могут, потому что они у нас в витринах и под стеклом. Доступа такого нет, но близко можно услышать и, конечно, все это видится воочию. А сам музей находится в том же здании на Лермонтово-3, сегодняшний современный музей? Да, в том же здании на Лермонтово-3. Давайте поговорим о современном музее. Какие материалы представлены на сегодняшний день и какие из них имеют давнюю историю? В нашем музее представлены отделы. Это отдел археологии и палеонтологии, в котором представлены предметы различных древних культур. Экспозиция предметов, относящихся к кабанской культуре, скифосарманскому и оландскому периоду. Второй отдел у нас, первооткрыватели курорта. В экспозиции представлен материал о людях, внесших огромный вклад в развитие курортологии Железноводска, начиная с открытия самого первого источника у подножия горы Железной Фёдором Петровичем Гаазом. В настоящее время всем источникам Железноводской группы присвоены их имена. Третий отдел у нас, первоопоседенцы Железноводска, в котором представлены предметы быта терских казаков, которые стали первыми постоянными жителями курорта, начиная со станицы Железноводской. В экспозиции представлены одежда, самовары, утюги, мебель, рубели и гончарные изделия казачьего дома. В четвертом отделе этнография Железноводского горрайона в экспозиции представлены предметы быта XIX века, времен развития и процветания курорта. Это мебель издач богатых дачевладельцев и сувенирные фарфоровые кружки с видами курорта от известного по всему миру товарищества Кузнецова, старинные напольные швейцарские часы и многое другое. Самое значительное место в нашем отделе занимает экспозиция работ самого известного летописца Кавказа, фотографа Григория Ивановича Раева. В экспозиции представлены его работы, подлинники, редкие виды Железноводска, а также видовые открытки города до революционного периода. То есть я так понимаю, что в музее преобладает различная тематика. Это и Великая Отечественная война, и территория Железноводска с древних времен и так далее. Да, и археология. Я попозже расскажу об археологии. Мне кажется, на мой взгляд, это самый интересный отдел археология. Кто проживал на территории Железноводска в давние времена? Очень интересно узнать. В отделе археологии представлены уникальные экспонаты, которые относятся к культуре народов, живших на территории современного Железноводска. В древние времена кабанцев, скифы, сарматы, аланы. В экспозиции представлены бронзовые женские украшения, бусы из сердолика, различные амулеты, зеркала, конская упряжь, бусы из яшмы и синей пасты, мелкие кусочки от керамических сосудов, без орнамента и другие предметы древнего быта. Ну, мы как работники, конечно, все это видели воочию. Очень красивые изделия и очень востребованы к осмотру. Ну, вы вот рассказали немного об отделе Великой Отечественной войны, рассказали немного об отделе археологии. Давайте пробежимся и по остальным отделам, тоже вкратце расскажите, какие материалы представлены в них. На территории Железноводска в разные времена были найдены различные древние захоронения. С дореволюционного времени наш район исследовали многие знаменитые археологи. Было найдено множество различных захоронений, указывающих на поселение различными древними народностями нашего района. На восточном крутом подножии развалки были обнаружены ранние средневековые склепы. Место, где расположен некрополь. Представлен собой остров горы, поросший лес вдоль восточного края, которого устроены эти усыпальницы. В дореволюционные годы при строительстве водовода от графского источника к Железноводску рабочие обнаружили таинственные землянки. Вероятно, с тех пор старожилы это место именуют не менее таинственным названием клады. В 1935 году археологи исследовали эти склепы и убедились, что их давно разграбили и сильно повредили искатели кладов. Чудом сохранились украшения из листового золота, вставками из альмальдинов и перламутра. Древние золотые украшения хранятся в фондах нашего музея. Очень редкие и ценные экспонаты. В нашем музее в отделе археологии представлен скелет древнего воина и захоронения найденного при строительстве магазина в западной части города. При ритье котлована под фундамент здания были разрушены захоронения. Были разрушены захоронения в каменных ящиках. В соседнем частном доме весь двор был выслан плитами из этих ящиков. Группа энтузиастов под руководством археолога Рудницкого Романа раскопали одно нетронутое захоронение в 1996 году. При вскрытии каменного ящика был обнаружен костяк мужчины в скорченном виде положения, лёжа на боку. В изголовье стояла керамическая чаша. Сбоку лежало более 40 бронзовых наконечников стрел. Судя по расположению, они были в колчане. Там же был железный наконечник, копья, оселок и железный нож. Захоронение отнесено к кабанской культуре. У нас этот воин тоже востребован к осмотру. Всё, что вы рассказываете, это очень интересно. Судя по всему, у вас в музее представлены ценнейшие экспонаты. Расскажите, пожалуйста, каким образом и насколько часто пополняется фонд музея? Принимают ли участие в этом, например, жители Железноводска? Жители Железноводска приносят часто, но не очень часто. Раньше было немного, но чаще приносили. В данное время приносят мало. В основном это энтузиасты нашего музея, работники. Многие в интернете даже сами покупают. Я сама тоже, мне от свекрови достались очень многие предметы быта. Мы все приносим в музей и сотрудники. Например, какие это предметы быта? Перечислите, пожалуйста, что это? Посуда, одежда? Это постельное бельё, ручной работы, вышивки. Это выбитые скатерти, это рушники казачьи, покрывала старинные. То есть это приносит жители. А так вы, в принципе, сотрудничаете, наверное, с какими-то организациями, которые принимают участие в раскопках, да? Да, принимают участие. Буквально недавно к нам поступила заявка о принятии археологических раскопок. Мы готовимся к их принятию. Расскажите, пожалуйста, кто ваша целевая аудитория? Как организованы экскурсии в вашем музее? И работаете ли вы с посетителями иностранцами? Всё-таки Железноводск – это город-курорт, наверное, иногда иностранцы приезжают. Ну, целевая наша аудитория, да, я поняла. В основном это школьники и отдыхающие гости нашего курорта. Ну, конечно же, на мероприятиях музея к памятным датам приглашаются и местные жители нашего города. Вся деятельность музея в основном сосредоточена на организации досуга для несовершеннолетних, так как основными посетителями всех массовых мероприятий – лекции, тематических экскурсий, других проводимых экскурсий вне музея по исторической части города, по лермонтовским местам в городе Железноводск, а также автобусные экскурсии по памятным местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны. Экскурсии очень востребованы, и нам очень приятно читать отзывы о посещении нашего музея, потому что они всегда положительные. Ну, я правильно понимаю, что вы поддерживаете тесную связь с общеобразовательными учреждениями, да? И водите школьников на экскурсии в основном. Да, вот буквально вчера была экскурсия, акция благотворительности для отдыхающих детей, переболевших из Белгородской области, переболевшей ковид. Город предоставил свои услуги по культурной части, и вот наш музей тоже предоставил услуги на безразмерной основе. Таких у нас акций бывает много. Ну, вот как раз вы задели тему ковида. Как работает музей в период пандемии? Музейные мероприятия проходили у нас в онлайн-режиме, на официальном сайте учреждения. Музей был закрыт для посещений до 1 июля. Но и при возобновлении работы музея мероприятия очным посещением, ну, по правилам Роспотребнадзора были разработаны маршруты по исторической части города. Лекции, тематические экскурсии проводились для ограниченного количества посетителей. А по каким частям города проходят эти маршруты? Что вы показываете своим посетителям? По исторической части города это Лермонтовский сквер, это Пушкинская галерея, это источники Славяновский, Смирновский, это Пушкинская галерея и много других достопримечательностей. Сейчас добавилась у нас каскадная лестница и новая постройка, и старая постройка, которая была в 1935 году. А насколько часто вы во время пандемии практикуете онлайн-общение с посетителями? Как организована такая работа? У нас есть официальный сайт свой, Инстаграм, странички у нас есть в Одноклассниках, в соцсетях. И на официальном сайте нашем. У нас лекции в онлайн-режиме, экскурсии проводятся. Ну, в принципе, вот перечисленные. То есть вы как-то адаптировались к современным условиям в период пандемии? Да. А как у вас организована работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья? Есть ли у вас все условия для того, чтобы человек с проблемным здоровьем мог посетить ваш музей? Вот что касается этой направленности, у нас с этим не очень организовано. В данный момент у нас расположен музей так, что мы не можем, так как оно историческое здание, его просто перестроить. Но мы сейчас оформили заявку на Министерство культуры, которое будем улучшать условия для того, чтобы у нас малогабаритные группы и инвалиды могли посещать и это и пандусы, пандус, это и подъемники. И будем сейчас об этом думать. А на сегодняшний день у нас такая работа ведется только для незрячих, таких, которые на колясках не двигаются, а сами. А как организована работа с незрячими? У нас обучен человек, который и по договору мы работаем с обществом слепых. Нам предоставляются услуги ордопереводчика. А, это очень здорово на самом деле. Уроки, да. Мы получаем уроки и у нас научные сотрудники этим занимаются. Есть ли какие-то информационные ресурсы, куда могут обратиться жители Железноводска, да и вообще Ставропольского края, посмотреть график работы, например, внести какие-то замечания, предложения? На нашем официальном сайте. Как он называется? Там есть график работы, Краеведческий музей, Железноводский Краеведческий музей. А проводят ли музей какие-то мероприятия, акции, которые уже стали традиционными, например, в День Победы или в Новый Год или в какие-то другие праздники? Ночь музеев, все акции, инклюзивный музей, потом Жить вместе и различные патриотические акции и мероприятия, благотворительные экскурсии, массовые также мероприятия. Расскажите, пожалуйста, подробно о каждом мероприятии. Например, Ночь музея, как организована эта акция? Можете рассказать о последней акции Ночь музея? Во-первых, это на безвозмездной основе. К нам приходит много посетителей и мы работаем до позднего вечера. То есть вы открываетесь во сколько, получается? Открываетесь вечером и всю ночь работает музей, да? Да. И что происходит в это время? А как? Что происходит в это время? В этом деле мы проводим экскурсии. А, то есть то же самое, что и днем, только все это переносится в ночное время. Хорошо. Вы говорите патриотические акции. Это, наверное, акции, приуроченные ко Дню Победы. Вот что интересного там? Окна Победы мы делали. Мы сами разрисовывали, клеили треугольные письма. Там, в общем, интересные работы, интересные были. У нас окна разукрашены. Мы их сами, своими руками делали. Галина Николаевна, спасибо вам большое за то, что нашли время с нами побеседовать. Спасибо вам за вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите свое ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok